Здравствуйте, вот такая у нас сегодня тема, интересная для меня, методы регистрации частиц. Попробую сделать ее интересной немножко для вас. Значит, частицы, это все, что вот ионизирующее излучение, по-простецки их называют частицами. Можно сказать так, методы регистрации ионизирующих излучений. И будет, в принципе, то же самое, но за исключением маленького пустяка. Понимаете, в чем дело? Ионизируют все излучения, энергия частиц которых больше, чем энергия ионизации. Ну вот, посудите сами, воздух очень запросто ионизируется ультрафиолетовым излучением. Но ультрафиолетовое излучение, такая уж традиция, относится всецело и стопроцентно к тому, что называется оптика, классическая оптика. Ультрафиолетовое излучение и преломляется в разных средах, и поглощается, и рассеивается, и отражается, как излучение. Вот, все, четко себя ведет во всех отношениях. Отражается оно, скажем, от такого классического, самого древнего отражателя, от полированного металла. Почему отражается от полированного металла? Сейчас скажу. Когда электромагнитная волна, очень многие виды излучения, в том числе ультрафиолетовое, рентгеновское, гамма-излучение, является ничем иным, как электромагнитной волной. Когда электромагнитная волна, представляющая из себя суперпозицию двух полей, магнитного поля и электрического поля, они так вот суперпозируют, значит, у них перпендикулярно друг другу направление, значит, колебания этих двух, так сказать, составляющих, магнитно-электрической. Так вот, когда электромагнитная волна падает на металл, то она начинает, от этого электрическая составляющая, начинает играть электронами, свободными электронами. Дело в том, что в металле валентные электроны, атомов металла, они общие. Они как в колхозе, как бездомные собаки, не знаю как что, бегают между всеми вот этими вот остальными атомами. Это вот называется общие электроны, это называется металлической связью, вот так вот это называется. И вот они начинают бегать, и что делать? И вот их то в одну сторону кинет электромагнитная волна, то в другую кинет. И в этом случае они начинают просто излучать, как раз ровно с той самой частотой, с которой им положено быть. И вот я вам даю, так сказать, свое доморощенное, можно сказать, определение, да, способа, как отличить просто электромагнитное излучение от такого вот сурового рьяного излучения, значит, типа рентгеновского. Вот уже рентгеновское излучение уже так не успевает привести в колебательное движение свободные электроны в металле. Поэтому очень большая сложность, очень большая проблема сделать что-нибудь рентгеновское отражательное, да. Удается сделать некие металлические зеркала, которых при очень небольшом угле скольжения, есть такое слово угол падения, это вот если вот эта вот поверхность, это вот нормаль к ней, перпендикуляр. О, видите, перпендикуляр. И вот угол падения, это вот угол между попадающим лучом и вот этой вот нормалью. А вот остальное все, это угол скольжения, вот тут вот, это угол скольжения. А вот с нормалью, вот с этой вот, это угол падения называется. Так вот, при маленьких углах скольжения, или при очень больших, очень близких к 90 градусам углам падения, там вот удается получить отражение рентгеновских лучей от металлической поверхности. Но это связано не с тем, что они отражаются от электронов. Электроны приводятся в действие, они просто отражаются от атомов целиком. Вот там так, когда он падает на поверхности, ему кажется, что, вот представьте себе, вот атомы, это как, так сказать, головы людей, да? Вот когда вы сверху смотрите на толпу, вот отдельно, головы, 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 головы. А когда под небольшим углом, вот только вот так, вот кто-то подсадил, вот подмышки взял и подсадил, посмотри, что там над толпой, да? И вот вы видите, головы, 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 то есть луч вашего зрения, он как бы вот, представьте, что вы не смотрите, вы излучаете свет. Вот этот луч будет отражаться от голов, да? А когда вот так падает, все, никакого отражения не будет. Он пройдет между головами и все. А электроны не успеют прийти в это колебательное движение. Вот так. Ну, да ладно. Дело здесь, в конце концов, не в этом, а в том, что первые исторические способы регистрации неизвеживающих излучений связаны были с разрядкой конденсаторов. То есть вот в школе, ну, если в школе не показывали, то в институте на опытах физики точно могли показывать вам такой опыт. Значит, заряжают металлическое тело чем-нибудь от электрофорной машины. Зарядили, но оно как-то медленно вообще-то разряжается. Токи утечки, называется, текут. А вот если это тело облучить ультрафиолетовым светом, да, или выставить на солнышко, то оно разряжается гораздо быстрее. Рентгеновскими лучами рентген облучал. Тоже убедился, что они разряжаются гораздо... очень быстро разряжаются. Почему? Потому что поизникает проводимость. Лучи эти очень хорошо ионизируют. Что энергия, значит, ультрафиолетового излучения, что энергия рентгеновского излучения. Они превышают порог ионизации, да, порог ионизации атомов. Атомы ионизируются ими. И теряют электроны. Соответственно, появляются проводимости. Теперь, значит, что еще замечательного. Значит, первое для регистрации вот этих ионизирующих излучений, того, что излучают радиоактивные изотопы. Ну, мне известно, что первое применяла Мария Складовская и Кюри в своих опытах. Вот то, про что я читал. Может быть, она тоже у кого-то заимствовала. Значит, конденсатор, две, значит, его обкладки, плюс-минус. На одной из них помещается крупинка того вещества, которое Складовская, Кюри, исследует на радиоактивность. Все ее вещества, которые она, значит, исследовала, и они открыли с мужем своим, Пьером, это все были альфа-активные препараты. Что радио, что полоний, это все были альфа-изотопы. И вот эти вот альфа-частички на достаточно коротком своем пробеге в воздухе, они успевают ионизировать, и начинают между обкладками конденсатора протекать ток. Вот эту вот идею протекающего тока ее часто эксплуатируют. Но, вообще-то говоря, впервые человечество столкнулось со следами частиц, именно как со следами, так сказать, треки. Это вот такая замечательная вещь, следы распада какого-то частицы, может, там, какой-то ядерной реакции в пластиночке слюды. Не устаю вам ее повторять. Чтобы эти следы распада были видны лучше, обратите внимание, есть смысл эту пластиночку слюды или, может быть, знаете, чего-нибудь такого полимерного, да, лавсан такая есть пленка, протравить чем-нибудь. И вот в местах, где повреждения нанесены, травление усиливается, да, вот, травление там усиливается. И, ну, вот, утверждается, что вот эта фотография не связана никак с травлениями, к травлениям, хотя очень похоже. То есть специальные, видимо, никто не травил, просто простинка слюды долго жила, миллионы лет, и в этом месте она сильнее разрушалась. И вот этот вот след прошедшей частицы, значит, вот до нас таким образом дошел. Ну, вот, обходил как-то вот человеческий ум вот такие следы, я вам не спрашивал, откуда они, почему, пока не появились явные совершенно указания в опытах Беккереля, например, на наличие ионизирующих излучений, проникающих через всякие преграды, да. Я вам уже показывал такого рода звезды, это делается как раз в трековых детекторах. Вот эта звезда получена в трековом детекторе, который называется толстые эмульсии, ядерные фотоэмульсии. Это такая, так сказать, студень из эмульсии, вот, в котором могут самые разные процессы развиваться. Вот, наконец-то я вам покажу сейчас, ну, вот настоящий детектор. То, что здесь нарисовано, можно как угодно интерпретировать. Можно интерпретировать, например, как счетчик Гейгера-Мюллера. Вот правильное название счетчика Гейгера – счетчик Гейгера-Мюллера. В ту пору, когда я учился в институте, очень популярен был персонаж Штирлиц и его, так сказать, партнер по фильму начальник гестапо Мюллер, поэтому мы все его старались называть счетчик Гейгера-Мюллера, да, вот, обаяние Леонида Броневого на нас действовало. Так что тут такое есть? А вот давайте посмотрим. Фактически это ведь что? Это цилиндрический конденсатор, так говорят. Значит, нить анода, вот к этой вот нити, это называется коаксиальный кабель, некоторые называют, некоторые называют коаксиальный конденсатор, да, вот, значит, один электрод и другой электрод выполнен как, значит, труба, как труба. Ну, здесь нарисовали в этом месте вот окошко для источника ионизирующих излучений. Ну, на самом деле, я вот таких, честно говоря, с окошком в этом месте не видел источников. Обычный источник просто делается из очень тонкой фольги. Очень тонкая фольга. В некоторых случаях это, значит, фольга, из фольги такие вот, так сказать, трубочки. Фольга еще усилена ребрами жесткости, видно, что она действительно очень легонькая. Закрыта сверху пленочкой полимерной, очень-очень тоненькой, чтобы, значит, случайно кто-нибудь не повредил там, типа гвоздиком или еще чем-нибудь. Ну, а эта тоненькая-тоненькая полимерная пленочка, она все пропускает, все, что может пройти через тонкую фольгу и через нее тоже проходит. Другой метод был такой, вот, с торца они открыты, и отсюда к ним поступают еще ионизирующие излучения. Вот так вот. Вот. И вот она, значит, нить накала. Катод. Импульсный усилитель, он будет импульс усиливать. В нормальном счетчике Гейгера-Мюллера, Гейгера-Мюллера в нормальном счетчике, просто прошедшая частица вызывает ионизирующее излучение, и происходит пробой. 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 В счетчике происходит просто-напросто, так сказать, электрический пробой, и все. И вот этот счетчик зарегистрировал частичку, прошедшую через его объем. Тестичка сколько-то родила носители электричества, которые начали ускоренно в этом сильном поле двигаться, и, значит, возникла электрический импульс. Электрический импульс считает счетчик. Тюк-тюк-тюк-тюк. Ну вот, из, значит, многолетнего общения с этими, так сказать, счетчиками, могу вам следующее заявить вещь. Когда этот тюк-тюк-тюк работает, всегда заметно так. Вот эти вот удары импульса счетчика, это в основном связано с пришедшими из космос частицами. У нас будет отдельный разговор о космических лучах, но вот почему-то так всегда получается, что вот эти частицы приходят некими группами. Группа во времени, конечно, разорвана, типа так вот. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, вот так. Это явная иллюстрация, я как-то тут рассказывал про математику публики нашей, это явная иллюстрация закона Пуассона, появления случайных событий. Вот, оказывается, случайные события приходят, так сказать, пачками. Народные мудрости, так говорят, беда не ходит одна, пришла беда, открывай ворота, к деньгам деньги, всякие такие прочие вот вещи. То же самое вот здесь вот на любом КПП, на каком-нибудь радиационном объекте всегда можно было раньше убедиться, когда вот эти счетчики, они механические были, каждый раз они так тюкали хорошо, так слышно было, значит, явно, что радиация. Когда кто-нибудь подходит к чему-нибудь радиоактиву, он сразу, ну уж так как, вот, не ошибешься, сразу видно. Не какие-то там смотреть, стрелочки или лампочки, а сразу же все слышно. Вот, значит, это самый простой счетчик Гегера Мюллера. Здесь нечто более хитрое изображено, название такое у него, пропорциональный счетчик. Пропорциональный счетчик – это слово такое ученое. На самом деле он не счетчик, а он называется детектор ионизирующих излучений. Он регистрирует частицу и измеряет энергию, которую она потеряла в объеме этой камеры. Вот в чем задача пропорционального счетчика. Когда попадает частичка в объем камеры, что значит она движется? Вот, по-моему, здесь вот примерно художник попытался изобразить след частички. Вот он где-то тут прошел след частицы, вот, видимо, вот здесь, да? И вот на этом следе возникли зарядики, свободные заряды. Произошла ионизация. Это вот то самое явление, значит, которое характеризуется экспозиционной дозой излучения. Сколько там кулонов в кубическом, так сказать, метре этого объема, кулонов, значит, ионов каждого знака тут, значит, могло возникнуть. И электрическое поле начинает эти ионы возникшие растаскивать в разные стороны. Особенно хорошо электроны. Электроны начинают двигаться, ускоряться и устраивать пробои. Да, понимаете? Они начинают пробои делать. Сделано все так, что вблизи от нити напряженность электрического поля очень большая. И нужно подобрать просто так режим работы, чтобы это был режим работы не просто счетчик, не просто факт пробоя, а чтобы вот в этой области происходило аккуратненькое размножение электронов. Электроны ведь размножаются как лавина. И происходит вот это вот усиление в этой области электронов. Электроны, значит, начинают собираться к аноду, к аноду, положительно заряженному, значит, этому самому. Со всего объема они постепенно сюда движутся. Движутся, а тут очень большое поле, у них очень большое ускорение, начинает быстро двигаться и разрушать атомы. Усиливается, каждый электрон создает маленькую электронную лавину. Скажем, в 10 раз или в 100 раз, там, или в 1000 раз увеличивается количество зарядов пропорционально. Важно, чтобы режим работы этого счетчика был пропорциональным. То есть импульс тока, который возникает, видите, тут на осциллографе показан импульс тока, который отсюда вышел. Импульс тока, его, значит, площадь пропорциональна этого импульса количеству зарядов, образовавшихся здесь в этой камере. То есть поглощенной дозе. Каждый исходный электрончик, который, скажем, в 1000 раз умножился вот в этом пропорциональном счетчике, он, чтобы ему возникнуть, нужна была определенная доза энергии от упавшей частицы. Определенную, значит, экспозиционную дозу он создает. Вот. И вот эту вот энергию каждой частички таким образом можно посчитать. Частицы бывают разных энергий. Разные площади вот этих вот кривых. То есть разный заряд, прошедший через пропорциональный счетчик. Есть доковыристое слово здесь. Амплитудный анализатор. Об этом, пожалуй, нужно поговорить поподробнее. Потому что амплитудный анализатор – это любимый объект в ядерной электронике, который, в общем-то, я что-то не помню, чтобы где-нибудь за пределами ядерной электроники я его встречал. Ну, конечно, его можно и не только там применить. Значит, импульсы идут. Разные амплитуды или разные площади. Нужно их посчитать, померить, значит, каждый импульс. А что значит? Померить его площадь. То есть выяснить, сколько заряда, значит, протекает. И потом с помощью цифровых устройств, это анализатор цифровой, оцифровывается импульс. Значит, несколько разрядов, там, значит, оцифровки. Сколько там, насколько, вот какая чувствительность. Вот импульс оцифровывается, и попадает каждый в свой диапазончик. Обычно этих диапазонов бывает кратное двум. Ну, помню, я застал, самые слабенькие анализаторы были 64-разрядные, то есть это 2 в 8 степени, 64 разряда были, и 256, и 1024, и 4000 с чем-то, и 16000 с чем-то там были. Вот такие вот количества, такая чувствительность большая, да? То меня всегда очень радовало, значит, в Объединенном институте ядерных исследований, в Дубне, на циклотроне, там стояли вот такие анализаторы. Сейчас это, конечно, кажется очень смешным и примитивным, а тогда это казалось венцом человеческой мысли. Их можно было вместе все соединять, каждый был по 4000 вот этих разрядов, и все их вместе 4 соединишь, получается на 16 с лишним тысяч вот этих вот орадаций можно измерять эти вот импульсы. А это очень важно. Значит, если вы не поняли, сейчас еще раз повторю. Вот смотрите-ка, вот идет к вам импульсик. Импульсик, который родился с помощью частицы определенной энергии. Плюс-минус очень маленький диапазон этого импульса. Плюс-минус очень маленький диапазон. И вот сколько импульсов вот в этот вот диапазон попадает. Счетчик считает. То есть отдельно там 4000 счетчиков. Каждый счетчик считает только те импульсы, которые к нему пришли. Это называется цифровая осциллография иногда, так сейчас это иногда называют, но это немножко другое. Я всегда пытался из этого амплитудного анализатора сделать цифровой осциллограф. Но вот у меня, к сожалению, не получилось. Пришлось просто заказать специальную микросхему, и с ней-то вот и заниматься цифровой осциллографией. Вот что это такое и есть. Значит, я самым старым таким цифровым анализатором столкнулся, амплитудным, простите, анализатором, у которого информация выводилась в виде лампочек в двоичном коде. Лампочки либо загорались, это единички, либо не загорались, это нолики. И нужно было так вот считывать, просматривая всю память. Значит, один человек сидел, нажимал на кнопочку, значит, раз, щелкал, следующее, как сказать-то, кусочек памяти прочитывался, да, и он, значит, один, ноль, 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 один. И, значит, за ним другой сидит человек, тогда таким делом занимались студенты, он записывает вот эти единички и нули. А потом надо из двоичной формы перейти в обычную десятичную, и потом начинать заняться расчетом. Ну, нормальный цифровой анализатор, не древний, он, конечно, все это сам выполнял, и график строил на экране, там вот видно было. Для чего нужны такие точные разрешения? А это же как спектральное разрешение. Оказывается, энергия частиц может быть разной. Частицы тоже, как и свет, имеют спектральные линии. Вот, например, гамма-излучение. Гамма-излучение – это вообще очень подобие, да, это вот процесс, значит, есть определенные спектральные линии гамма-излучения. По этим линиям гамма-излучения можно определять состав смеси радиоактивных изотопов. Это очень важно. Ну, например, в каких случаях? Ну, собрали вы где-нибудь какие-нибудь радиоактивные осадки, и хотите выяснить, что у вас в этих радиоактивных осадках есть, и вообще радиоактивны ли они, да? Ну, радиоактивны ли они, это можно в конце концов определить с помощью счетчика Гейгера-Мюллера, так сказать, чаще он стукает, или не чаще, чем, значит, на чистом каком-то образце. Вот, превышает это космический фон или не превышает. Так вот, если, значит, превышает, есть смысл провести спектральный анализ гамма-излучения. Каждая, значит, частичка гамма-излучения несет определенную энергию, и есть надежда, что вот на этом вот амплитудном анализаторе мы увидим пики, пики, значит, те области, те энергетические, значит, области, тот энергетический диапазон, в котором очень много пришло к нам частиц такой энергии. Это, значит, пришли спектральные линии гамма-излучения каких-то изотопов. И вот так вот это все и, значит, проверяется, сколько у нас, какие примеси. Ну, это вот как раз в среде всяких там техногенных катастроф, выбросов радиоактивных материалов и так далее. Идея, вот это у пропорционального счетчика, она очень продуктивна оказалась, и ее использовали в тысячи разных приборов, в том числе и твердотельных. Твердотельные приборы, значит, полупроводниковые приборы. Единственное, что потребовалось в этих полупроводниковых приборах делать, растить кристаллы с очень большим объемом. Вот в этом вот большом объеме полупроводника, как говорят, собственного полупроводника, в нем нет, так сказать, преимущества перед, значит, дырочной проводимостью или электронной проводимостью. Вот в нем как раз частица, когда поглощается, оставляет в собой энергию и, собирая после импульса энергию, собирая после этого прошедшего, значит, прошедшей частицы электроны, вот их собирают. И опять то же самое, амплитудный анализатор считает, считает вот все, что положено. Считает энергию этого импульса, по сути дела. Вот как. Вот как это делается. Особенно интересно, так называемые поверхностно-барьерные детекторы. Понимаете, вот альфа-частицы, про которые я вам рассказывал, их поглощает буквально все. Даже папиросная бумага, как меня в детстве учили. Значит, это вот как происходит. Значит, этот полупроводниковый детектор сверху позолочен просто. Вот эта вся область ПН-перехода, она как бы открыта миру. И вот этот тоненький слой позолоты, который выглядит просто как маленькое золотое зеркальце. Вот эти вот поверхностно-барьерные полупроводниковые детекторы, они очень модно выглядели, их некоторые энтузиасты использовали в качестве украшения. Типа такой значочек на лацкане пиджака, который очень так красиво отражает золотым светом все, что на него падает. Такое зеркальце. И вот так вот можно альфа-частицы-то регистрировать. Очень милые занятия, регистрация альфа-частиц с помощью поверхностно-барьерного детектора. Значит, не обязательно такая упрощенная схема, как конденсатор. Пожалуйста, есть имитация прибора, который называется пропорциональный счетчик. Опять же, здесь у нас что есть? Два электрода, как бы, да, как бы два электрода, оболочки. И к ним, пожалуйста, прикладывайте напряжение. Вот сюда, как и положено, анод, сюда, как и положено, катод. Ну, тут все как электрон-дырочная проводимость. В зависимости от того, какого типа вы сделаете этот проводник, у вас туда или сюда будет, значит, течь ток. Ну, единственное, что нужно очень грамотно вырастить такой кристалл, чтобы там, значит, чередовались эти области проводимости соответствующим образом. И все, чтобы работало прекрасно и удивительно. Вот такой вот способ регистрации, очень такой наивный и простой, но работающий. Вот, очень популярная вещь во всех дозиметрах, таких вот непрямопоказывающих это используется. А есть еще такие дозиметры, которые называются, значит, прям показывающие. Может быть, видели? Это такой, значит, как карандашик алюминиевый, с таким, значит, ну, как, вешать сюда, как этот самый, как авторучку. Он чем-то напоминает авторучку. У него глазочки, в глазочки можно смотреть на свет. Значит, захотели посмотреть вашу дозу, смотрите в глазочек на свет. А там волосок. Это волосок электрометра. Этот дозиметр, он заряжается с помощью устройства, которое сообщает этому конденсатору определенный заряд. И вот этот вот волосочек электрометра показывает как раз заряд, разность потенциалов двух обкладок конденсатора. Тоже такой цилиндрический конденсатор, по сути дела, через который еще и свет проходит. Вот, с которым он, значит, себя представляет. Медленно идет собственный разряд. То есть, в течение определенного времени он насколько-то сам по себе разряжается, без всякого облучения. Ну, и, в общем-то говоря, с учетом вот этого собственного разряда, всегда можно посчитать, какую дозу, значит, этот дозиметр получил. Или человек, который вместе с ним находился. Но это не самый популярный способ, потому что точность его невысока. Есть более, ну, представьте, измерительный прибор, это волосочек вот этого самого электрометра, который где-то там движется в поле зрения вашего прибора. В поле зрения вашего вот этого, через глазик это смотреть. То есть, через окулярчик. Вот. А не прямо показывающие, то же самое, там заряжен конденсатор. И когда просто нужно вам провериться, приходите к прибору, и прибор вам начать показывать. Это не для того, чтобы скрыть данные от того, кто облучается, отнюдь. Это просто, чтобы получить более точную информацию, более точное измерение, более корректное измерение. Да, все-таки в этом карандашке-то не очень, с прямо показывающим не очень здорово. И обычно, если у кому-то и дается на работе прямо показывающий дозиметр, то это либо вообще совершенно так какие-то ничтожные там дозы люди получают, смешные. По нему все равно ничего не видно будет. Либо это просто как ориентир. Параллельно дозиметр такой конструкции есть, не прямо показывающий. Самый популярный, самый простой дозиметр – это дозиметр, изготовленный из кусочка рентгенской пленки. Целый месяц человек ходит на работу с этим дозиметром, цепляет себя на кармашек, на булавку английскую, и он болтается на кармане халата. И он с ним ходит. Там, как бы сказать, капсула, что ли сказать, или кассета, там в этой кассете находится кусочек рентгенской пленки. В положенный момент времени эту рентгенскую пленку в темноте, естественно, извлекают, проявляют. И по степени потемнения этой пленки определяют дозу, поглощают, ту дозу, которой подвергся человек. То есть такой дозиметр нужно просто проградуировать. Вот так вот. Проградуировать. То есть какая степень потемнения при той или иной дозе имеет место быть. Вуаль называется. Кстати говоря, по этому поводу, вот, имейте в виду, всякие средства контроля багажа, например, да? Раньше, по крайней мере, всегда рекомендовали не пропускать через эту рентгеновскую установку фотопленку. Если у вас есть там фотопленка, фотоаппарат, лучше вынуть ее, в кассету положить, и вот так вот в кассете ему показать этому контролеру, что нет никаких тут запрещенных провоза вещей. Вот так вот. А так пленочка должна приобрести некоторую вуаль. Вообще в хороших современных этих устройствах для контроля багажа доза небольшая. Все компенсируется большой чувствительностью приемной аппаратуры. Но все-таки это какую-то вуаль дополнительную на пленке даст. Вуаль, знаете, такая, она как вот, ну, кто в мое время фотографировал, то знает, что такое вуаль. В наше время были еще плохие пленки с большим зерном, с большой вуалью. А кто не знает, то и слава богу. Самый простой по исполнению, такой вот оперативно действующий трековый детектор, но не самый ранний по появлению, это называется искровая камера. Устроена она до ужаса просто. Набор электродов. Это могут быть сетки, это могут быть в конце концов просто-напросто металлические пластинки, это не важно. Достаточно сеток проволочных. Некоторые натягивают много-много проволок. Вот так идут проволочные ряды проволок и перпендикулярно идут ряды проволок. Я потом расскажу, для чего это делается. Это называется проволочная камера. Вот тут показано схематически, естественно, трек частицы, прошедшие через искровую камеру. Вот шла частичка, пролетала. В каждом зазоре между двумя соседними электродами она создавала ионизацию. И при подаче напряжения возникал пробой. Вот здесь, 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 там, где частичка прошла. И вот так, если так вот смотреть на эти пробои, вот как раз мы видим, что след этой самой частицы. След частицы. Фотографировать можно. Так вот, естественно, другого пути нет. Просто как сфотографировать. Фотографировать это очень просто. Потому что это вспышка света, правда, не очень сильная. Но ее легко, значит, зафиксировать с помощью чувствительной фотопленки. Какая-нибудь аэрофотопленка. Из тех, что имеет чувствительность, там, пару-тройку тысяч единиц. Раньше это была редкость. А сейчас уже, когда цветная пленка, там, по 500 единиц в магазине продается, сейчас это уже не редкость. Вот. И вот, ну, тут напряжение подается, значит, относительно друг друга. Все больше и больше напряжения идет. Да, вот, между ними постоянное напряжение увеличивается в одну сторону. Скажем, здесь ноль. Здесь небольшой, значит, кто там, плюс или минус, что хотите. Здесь еще больший плюс. Есть еще, еще, еще. Ну, и так в каждом зазоре, да, можно сказать, там, в зависимости от ширины зазора. Ну, поскольку-то десятков или поскольку-то сотен вольт напряжения. Что вполне разумно. А вот если сделать систему проволочек, понимаете, вот натянули как бы сито. В одну сторону провода идут вот так рядами. В другую сторону идут рядами. Много-много слоев. И когда возникает разряд, сразу понятно, между какими двумя электродами этот разряд возник. И практически возникает, пропадает необходимость фотографировать прошедший вот этот вот разряд. Ведь, в принципе говоря, чтобы получить объемное изображение, нужно две фотографии. Одну, скажем, вот в этой плоскости, а другую снять отсюда, вот с этой стороны. Таким образом мы получим положение истинного, так сказать, трека частиц. Но еще обрабатывать нужно. Ну, вот сейчас, когда электроника побеждает во всех областях жизни человеческой, я имею в виду электроника, информатика, вот это такие вещи, вот цифровая техника. Ну, тут как раз вот набор проволочек, номера проволочек, на которых произошел разряд. Вот вам будут координаты этого следа. Дальше загрузите в компьютер, он вам, значит, представит в лучшем виде траекторию движения частиц в этой искровой камере. Вот так вот просто вообще можно смотреть треки частиц в искровой камере. Вот здесь, вот на этой картинке, это реальная картинка, некая искровая камера. Я, правда, вам побольше покажу, если вы возражаете. Видите, это вот шла частица, и вот видите, она что-то тут творила, раздвигалась, да, видите, она с кем-то столкнулась, потом еще раз с кем-то столкнулась. Это какой-то вот ливень, наверное, был частиц, пришедших из космоса, да. Видите, вот тут вот разделилась частица, тут чего-то тоже вот какой-то след. Я, естественно, эту частицу не фотографировал, но вот видно вот общий такой поток, и что-то тут еще от него отделялось, блуждало, куда-то с кем-то сталкивался, от чего-то отражалось. Рассеивались частицы вот при этом движении. Вот такая вот любопытная картинка. Любопытная картинка имеет место быть в искровых камерах. Вот так там можно наблюдать. А этого, знаете как, это называется стримерная камера. Есть такое слово ученые, стример. Вот когда начинается развитие заряда, разряда, то оно начинается очень любопытно. Так, вот появился свободный электрон, и он начинает рождать лавину. Получается лавина, он движется, ускоряется, разрушает, и получается такое вот в этом месте маленькое начало разряда. Потом эта лавина увеличивается, и разряд, значит, заполняет все пространство разрядное. Если оборвать этот разряд, не дать разряду распространиться, то вот как раз тогда и возникает ситуация, это режим работы с стримерной камерой. Или, ну, собственно говоря, стример это разновидность электрической искры. Это самое начало пробоя. Вот они только начали, значит, вот тут прошла частичка, вот она так вот шла. На своем следе она оставила отдельные, значит, заряженные ионы, возникли ионы. Вот тут, вот как раз там, где начались эти разрядики, там как раз и возникли, значит, возникло начало для пробоев. Вот тут начались пробои. Здесь, 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 здесь. А вот обкладки конденсатора вот так вот расположены. А фотографии сбоку. Можно еще и сверху фотографировать, и с другого боку, сколько хотите. Вот такие вот частицы, для такой вот хорошей, очень простой оперативной обработки. Есть классическая схема, когда подается очень короткий импульс, и как только начинается развитие вот этого разряда, как только потек, скажем так, ток, тут же он обрывается. Это очень сложные, ну, в ту пору были сложные в электротехническом смысле системы. И вот были придуманы так называемые самошунтирующиеся стримерные камеры. В чем они заключались? Они заключались в том, что добавки в газ вносились, которые затрудняли развитие всего разряда. То есть он обрывался на самой начальной стадии. Только появился росток, и все, он закончился. Почему? Дело в том, что выяснилось, что в самом по себе этом развитии разряда вот эти вот ускоряющиеся лавины электронов играет, конечно, роль, но не единственная она играет роль, а играет роль еще передачи ионизации за счет ультрафиолетового излучения. Вот в этих вот маленьких разрядиках, первых возникших, выделяется еще свет, в том числе ультрафиолетовый. И этот ультрафиолетовый свет начинает во всем объеме камеры создавать свободные заряды, которые тоже будут участвовать в этом разливе, скажем так, всего этого электрического пробоя, в развитии электрического пробоя. Вот. А если вы добавляете добавку к газу, которая поглощает этот ультрафиолет, не дает ему развиваться, не дает распространяться зарядом на всю камеру, то при относительно простой схеме электрической удается, значит, собрать вот такой вот останавливающийся, неразвивающийся процесс, называется самошунтирующаяся стримерная камера. Вот такой вот вещь. Вообще-то говоря, во всех этих камерах самое интересное вещество для регистрации частиц, значит, самый интересный наполнитель, значит, что это водород. Он не очень удобен во всех остальных отношениях, разряд в водороде слабо очень светится. Помните, такая горелка Бунзина, там горит водород, и он говорит таким, ну, горяченьким пламенем. Это идеальная среда для анализов, спектрального анализа. Вносят в горелку Бунзинскую, в которой горит водород, значит, образец, его прокаливает и смотрит спектр этого вещества в нагретом состоянии. А вот у водорода мало спектральных линий, они малозаметны, слабы, и вот в этой оптической области слабо светится водород. Как бы так вот сделать, чтобы он и светился достаточно, и пробой не развивался. Вот самошунтирующиеся водородные стримерные камеры, в общем-то, тоже существуют на белом свете, по крайней мере, существовали. Вот, кстати, обратите внимание, на предыдущей картинке разрядики были как-то вот более, да? Это вид сбоку, а вот на этой картиночке это вид сверху. Вот посмотрите, вот вид сбоку, они такие удлиненные, да? А это вид сверху. Вот они просто вот к нам идут и остановились. Они вот не удлиненные, просто как точки, как бусинки на паутинке. Эта паутинка – это след частицы, прошедшие через камеру. Приложите магнитное поле, и частицы будут искривляться. Значит, в разные стороны их траектории. Не частицы, конечно, будут искривляться, а их траектории. В зависимости от того заряда, который они несут. Другая чудная установка для трековой регистрации частиц – это пузырьковые камеры и камеры Вильсона. Вот эта картинка в камере Вильсона получена. Значит, идея камеры Вильсона достаточно простая. Вот представьте себе, есть такое вот общее место в разговорах об окружающей среде, что в Лондоне до того периода времени, когда запретили топить печки углем, всегда был туман и всегда был смог. Потому что угольное топление в атмосферу выбрасывало много-много частичек пыли, вот этих загрязнений. И вот на этих частичках пыли образовывались капельки тумана. Стоило, значит, запретить вот это вот, ну, более, скажем так, целомудренно относиться к окружающей среде англичанам, как лондонские туманы потеряли свою прежнюю, вот, так сказать, остроту. Кстати говоря, французские художники открыли красоту лондонских туманов, да, вот в этом был такой определенный шарм. Вот теперь лишились этого люди. Но, тем не менее, вот туманные частички возникают на зародышах. Значит, конденсация начинается на каких-то зародышах, включениях. Эту идею перенесли на следующую вещь. Вот если этот исходный центр конденсации может быть, скажем, ионом, возникшим при прохождении через камеру, значит, заряженных частиц. И вот эта идея как раз и реализована была в камере Вильсона. Камеру Вильсона любят наполнять парами спирта. И вот, значит, в этой вот среде, ну, кстати, можно не обязательно воздушную среду делать, вот можно водородные в ней пары спирта испарять, но дело вкуса. Вот начинает происходить их конденсация. Прошел пучок частиц, видите, что-то много-много разных частиц, и каждая, как самолетный след, на ней, значит, произошла конденсация пары. Это первый момент конденсации. Ну, значит, разные есть схемы этих камер технические, периодического действия, непрерывного действия. И вот там эти вот все следы с помощью фоторегистрации, и есть смысл регистрировать, да. Вот. Есть другие детекторы. Они называются детекторами пузырьковыми камерами. Идея пузырьковой камеры, она была точно такая же. Как жидкость закипает? Жидкость закипает на включениях, сказали они. Вот, в частности говоря, работа паровозов в свое время как раз требовала закипания по всему объему котла. Вот, когда мы кипятим воду в чайнике, да, знаете, булькает вода. Вот в паровом котле вода булькать не должна. Вода должна плавно переходить в состояние, значит, пара. Должно по всему объему парового котла должен идти, так сказать, синтез пара, который нужен для паровой машины или для паровой турбины. И поэтому в котел добавляли мелкие частички, на которых должна была идти вот этот вот процесс. Так сказать, магнезию добавляли. Вот такая плавает там такая взвесь. Вот на этой взвесе происходит, начинает идти процесс кипения. Да, не на стенках, не на трубах, а вот на этой вот взвесе. Ну, такая вот полезная идея была. Ну, и исходя из этой идеи, решили, ну, а, говорит, что бы нам частички магнезии не заменить ионизирующим излучением. Не будем мы, конечно, кипятить воду, сделать перегретую воду, через нее идет что-то, там, мало ли еще обожжемся, да и вообще, как-то, не знаю, пробовал ли кто-нибудь на воде это делать. Это делают на жидких газах. Аргон, криптон, благородные газы, пропановые пузырьковые камеры, очень модные пузырьковые камеры водородные, там, где с водородом, с атомами водорода, с ядрами водорода сталкиваются частицы, это очень модно, популярно. Такая была водородная пузырьковая камера Мирабель, советско-французский проект. Вот его, значит, на огромных самолетах перевозили из Франции в Россию, там, вот эти вот пузырьковые камеры, вот, и на них работали, там, через огромные окна что-то там фотографировали, огромные магниты ставили, чтобы искривлять там траекторию частиц. Ну вот, ну, все это работает, все это прекрасно до сих пор эксплуатируется, такого рода идея. Но, маленький пустяк, оказалось, что природа закипания здесь жидкости совсем другая, не включение, на которых начинает идти кипение, а локальный перегрев жидкости. Вот там, где прошла через пузырьковую камеру частица, там произошел локальный перегрев жидкости. Вот смотрите-ка, здесь очень интересные вещи. Вот в этом месте возникла пара электрон и позитрон. Это вот я, пользуясь возможностью, покажу эту картинку. Отсюда откуда-то прилетел гамма-квант. Гамма-квант не видно, пока он с кем-нибудь не провзаимодействует. Вот он прилетел, и здесь он не просто провзаимодействовал и родил электроны отдачи, он родил пару частица, электрон и античастица. Положительно заряженный электрон, значит, это называется позитрон, он отклоняется в одну сторону магнитным полем, а электрон в другую сторону. Ну, можно было бы для их отклонения использовать, конечно, и электрические обкладки, между прочим, на самом деле, как-то дело все упускают. В электрических обкладках он бы тоже двигался, но двигался бы по параболе. Здесь в магнитном поле это окружность, элементы окружности. Радиус, между прочим, кривизной окружности гораздо проще определять, чем исследовать квадратичную параболу, да? Вот, ну вот, вот это вот элемент окружности, вот это элемент окружности. У кого радиус кривизной больше, ну, вот где бы он больше-то был бы, он должен быть одинаковым, но одинаковый. Парочка, это родившиеся электрон-позитроны, они как раз вот здесь забрали примерно одну и ту же энергию, да. Вот они тут одинаковые, эти парочки. Ну, как-нибудь я вам про электрон-позитрон-то еще расскажу при случае. Вот он вид, как говорится, сбоку на пузырьковую камеру. Вот в этой пузырьковой камере что-то там происходит, водородным наполненное. Вот прошла частичка, и на ней возникли пузырьки. Вот они, пузырьки. Жидкость закипела, локальное закипание. Осталось только сфотографировать. Лампы-вспышки стоят, фотоаппараты. Вот отсюда лампа-вспышка все освещает. Тут фотоаппараты. И фотографирует вот это вот следы частиц, состоящих из цепочек пузырьков в пузырьковой камере. Но это еще не самый экзотический прибор. Я вам в следующий раз продолжу этот рассказ про все эти пузырьковые камеры и прочие другие замечательные вещи. Удачи вам. Всех благ желаю. Жду встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok